Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Каспер, с вами вновь God Hunt и, собственно, International. У нас Витян просто неопытный диджей, не умеет двигать ползунки на пульте, не обращайте на него внимания. Это ты у нас уже по ползункам-то больше... Я уже прошел этот этап. Причем во всех смыслах. Я этот этап уже прошел с ползунками. Да, дорогие друзья, привет! У нас произошла небольшая ротация матчей, и теперь мы комментируем Fnatic, комплексти гейминг. Na'Vi ушли на антиканал. Чтобы не рекламировать их. На третьем канале Na'Vi играют, да. А у нас битва. Комплексти, которые только сейчас отдалили Cloud9 со счетом 2-0. Fnatic, которые очень нестабильные, и они то закидывают... Нереально круто играют. Да. Ну и вот она стадия драфта. Undying для Fnatic. Фёрд пиком. Избавились от SF от Ускара. Комплексти забанили лишь Рака и Гирокоптером. Я просто вижу в бане Гирокоптера и вспоминаю, а против Клоудов-то они его отдавали. Они, кажется, знают слабое звено команды Cloud9. Ладно, 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 друзья, мы успокаиваемся. Игра ошибок. Игра ошибок. В общем, Нага Сирена первым пиком. И что же будет еще? Что будет еще, пока не ясно. Появляется Лина. Но вот комплексти идут по своей тропинке и менять особо что-то не хотят. Да, они периодически изменяют куры героев. В прошлый раз у них это был SF. Сейчас от него избавились и они тут же забирают себе Нагу. Лина у них всегда присутствует. В качестве саппорта зачастую, как мы поняли, по двум предыдущим. Ну, саппорт такой-си, который быстро превращается в очень сильную угрозу. Действительно, там Флайу отдают очень много фарма. Он прогоняет своих оффлейнеров, прогоняет своих керри с линией. Сам занимает их позиции и набивает себе необходимые юлы, аганимы и прочие артефакты. Ну и, собственно, Даззл вторым пиком для Фнатик, чтобы спасать от этой Лины, возможно. И вторая стадия банов. Минус висп. Опять то, чем играли комплексти. Очень быстро, кстати, банят Фнатики. Смотри, бонус тайм вообще еще не затронут, хотя уже чуть ли не половина трафта прошла. Угу. Комплексти призадумались, от чего стоит избавиться. Ну, антайинг есть, Даззл есть. Убирать мидера какого-то, наверное, надо. Ну, мидера какого? Во-первых, у самих комплексти мидеров особо нет. То есть, зависит от того, как... А пока Леон вообще не мидер, это так-то... Это понятно, я просто смотрю, Нага есть, иллюзии, все дела там. Ну, смотри, Манодрейн. Хорошо, у Манодрейна кулдаун 5 секунд. Пока ты будешь за 15 секунд убивать эти иллюзии, там еще через 7-8 появятся еще одни. То есть, в этом дело... Какой там у них КД? КД 40 секунд, но зачастую у нас еще могут быть икторейны, то есть, это будет 30 секунд кулдаун. Ну, хорошо, но 15 секунд тратит Леон для того, чтобы убить эти иллюзии. Причем, они же не идут все три на него. Одна там, одна там, одна там. Нет, но это я беру к тому моменту, когда Нага становится уже чересчур сильной и начинает сплит-пушить лейны, то хотя бы одну-две он может выключать. Так это ведь может быть суппорт Нага совершенно спокойно. Да. Ну, это и суппорт Леона будет, все нормально. А, то есть, они уравнивают друг друга, да? Суппорт Леона... Суппорт Леона всегда есть не суппорт Палец. Ну, у лейны тоже есть не суппорт Лагуна. Появляется у нас Earthshaker. Исключают фнатики двух мощнейших суппортов Виспа и Виктора Виверну. Ну, а комплексти решили убрать Квапу и Бладсикера. Ну, то, что Сикер в бане, я не удивлен. В последнее время он, опять же, в пьер-сэвмету так, что на нем пытаются играть все, даже те, кто на нем раньше никогда не играли. Ну, это сродни Разору с прошлого Интернешнала. Да и на этом он тоже себя зарекомендовал, скажем так. Сашка тоже пытался. Да, было дело. Нормальный герой. Я еще год назад на нем тащил. Последний раз. Последний раз. И то нет. Ну, ладно. Четвертый пик. В комплекте гейминг. Так, Darkseer, вот уже, уже есть очень сильная связка. Это Sleep Vacuum. Во-первых, работает просто великолепно. По длину причем. По длину. А ведь можно взять еще что-то. Свена. Ты неплох. Я неплох. Ты неплох. Ты читаешь эту игру, но посмотрим, насколько ее читает пикер команды Call. Мне кажется, все зависит от того, насколько ее читает баннер команды Fnatic. Пикер, я почти уверен, он уже дернул руку в сторону Свена, но его основные сказали. Тихо-тихо, там сейчас вайпера какого-нибудь возьмут. Потерпи. Да как-то после вакуума и стана там по барабану на вайпера, на самом деле. Можно дать в щи какому-то дазлу, и вайпер... Будут стрелять по мне, а попадут в вас. Вот это, да? Клинкс у нас все-таки появляется от комплексти. Но если это суппорт, Нагед еще не отменяет Свена. Потому что Клинкс может и в миде постоять. Может и в миде постоять. Может и в оффлейне постоять. Может и на керри позиции постоять. Клинкс он такой. Универсальный. Универсальный, да, товарищ. Ну что, чем ответят Фнатики? Нужно что-то, что потенциально соберет Сайланс. Чтобы ловить Клинкса. Потому что станов у них раз-два и обчелся. Фантом Лансер появляется. Фантом Лансер, хороший вариант. Не знаю, не знаю. Зачем тебе не нравится? Давай. Тем, что слип есть. Ну так а что меняется-то со слипом? Слип, вакуум и туда-то... Да отстань ты со своим слипом, вакуумом. Хватит. Хорошо, вакуум слип. В общем, смотри. Мне не нравится Лансер тем, что ему надо довольно-таки много артефактов, если он не начинает собираться через барабан и аквилу. Не надо ему много артефактов. Это все предрассудки. Ему достаточно просто каких-то диффузов, чтобы кинуть копье, и Лина умерла. Эмбер Спирит появляется. Ну да, все в принципе понятно. Причем непонятно, почему фнатики не стали банить каких-то героев, которые работают конкретно против ПЛ, а забанили просто Баратрума, который вообще нафиг тут толком не нужен. Странный немного выбор, но я уверен, что за ним что-то докроется, за этим выбором. И Муши. Муши пикает последнего пацана. Кто бы это мог быть, это что за герой? Я думал, ты назовешь сейчас, а ты вот это парировал. Я могу парировать. Муши. Не знаю, что это в миде. С вайперами, которые просто гнобящие, очень жутко гнобящие линию конкретно. Смотри, Клопа в бане, Шторм в бане. Вообще вайпер тут нафиг не нужен. СФ в бане. Пугна? Там хорошая тусовка в бане намечается-то. Пугна? А зачем пугна? В смысле? Против любого. На разы. Против любого. Всех кастует. Высосит всех. Да, чего высосит ты? Только из-за варда. Так и что, что вард? Вард, пофиг, Клинкс и Эмбер. Против бойника неплохо. Единственное, что меня до сих пор напрягает, слишком маленькое количество контроля против Клинкса. Бегает он быстро, подцепить его могут фиссуры на всякие позжен-тачи, копии и так далее. Он их в виду имел. Вообще в виду имел. Вот реально, тут ты абсолютно прав. Потому что Клинкс, если будет действовать правильно, если он просто соберет Орхид, а не Дезолятор. А если Орхид с Дезолятором? Не-не-не-не, это была шутка для знающих. Так вот, если он соберет Орхид, а не Дезолятор, то он тут будет убивать, в принципе, всех. Без исключения. Ну да, Лансер сможет выживать только когда до Монты доберется. Ну да. Что до этого он тоже весьма уязвимый. Да, у него неплохое количество армора, хороший прирост ловкости. Ну, с хпшечкой проблемы и с эскейпами под сайлансом. Да, есть такая проблема. Можно, конечно, форстапф собрать, но вот такое. Это может быть интересное приобретение, как минимум. В общем, друзья, начинается у нас очередной матч Комплексити. В этот раз они сражаются с фанатиками. И поехали. Свиндл Мелланс будет играть на Эмберспирите. Зизи Клинкс. Флай вновь на линии. Зфрик Нага Сирена. О боже, что у нее с лицом. Ну, и Мун Миндер будет играть на Дарк Сире. У него просто вешалка на лице. Зачем? Мне кажется, это очень частая фраза с утра после Комплексити. Нет, там потом другие вещи. Ладно. Фнатик, Муши, Зевс. Кесик. Что? Фнатик, Муши, Зевс. Кесик, Мб играет на Дазли. Куху, Фантоманца. Джонни, Андаинг. Охайо, Шекер. Я вспоминаю то, что связка Герой и Ник, она как бы два слова. А тут я поломался. Фнатик, Муши, еще что-то надо добавить. И ты думаешь, что это? Что-то здесь неладное, действительно. Вот он, Дарк Сир. Видит сейчас кива икс вая. Видит. Ну, понимает, что будет на легкой линии он стоит. Скорее всего, с ним будет еще какой-нибудь суппорт. В миде у нас Муши. Ну, Муши придется звать к себе Дазла очень часто. Потому что он будет умирать. Эмбер Спирит при хорошей серьезной агрессии, он убивает Зевса просто в мясо. Тем более, если к нему придет хоть один из суппортов. Я не говорю про двух сразу, но либо Лина, либо Сфрик на Нага Сирене. Их появление в миде будет, конечно, крайне нежелательно для Зевса. Не вскрывался? Не вскрывался. Его могут вскрыть... Просто могут вскрыть. Да? Как тебе шлем Буника? Это утюг. Утюг? Нет, нормальный шлем. А вот эти штуки внизу, он у Виномансера их... Походу, да, Джон. Украл. И у Никса. Да, и у Никса. Так, у нас тут пока Мунминдер. Увел на себя Крипчиков. Читор. А Сфрик в это время своей тушкой блочит респаун. Нет, не блочит он респаун. Муша, ты посмотри, уже в лицо получает. Флай стоит и нагло ему просто настреливает. А почему Сфрик не заблочил своей тушкой респаун? Потому что он стоял неправильно. Надо было стоять вот здесь, а он стоял вот здесь. И это знает 3К-помойка. Типа меня. Ну ладно, 4. Но тем не менее, да. А профессиональный игрок допускает такую ошибку. Хотя, возможно, у него не было в планах заблочить отвод на сложной той линии противнику. Ха-ха-ха. Зачем? Конечно, зачем? Смотри, Кисигымба. Горит. Я смотрю, тут сейчас в миде будет Зес, возможно, гореть. Там Сундел Меланс. А, хотя нет, слишком много крипов. Муша. Мисс. Ну, че, 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 Сундел Меланс. Битва за рунжового крипа, смотри. А он-то стоит. Слушай, он сейчас умрет за этого крипа. Вот реально. Жизнь за Нерзула? Да. Что, Бонник? Бонник пока очень плохо себя ощущает. Денайт там все подряд ухаю. Ну, блин, Шейкер имеет такую возможность. Все-таки он стоит в упор Боннику, пока там стрела его долетит. Тут это навесом через верх. Такое чувство, что он его просто рукой бросает во врага, а не из лука. Так и есть, смотри. Кто-то вообще в курсе, там, скорость полета стрелы, выпущенной из лука. Да, у снайпера не так часто патроны с такой скоростью летят, сколько там... Смотри, вот это так вальяжно, вальяжно так... Воткнул. Так, слушай, Монмендер возвращается на топ. На топе в это время Нага Сирена в соло осталась. Но Сирену тут тоже нелегко убить. Все-таки 7 единиц брони родных. О, Дазл, смотри. Сюда иди. Хочешь, Нага Щитка? Там внизу какое-то мясо, слушай. Какое-то мясо, там ухают, что-то быкует. Непонятно, что только. Вот что это было? Что это было? Да, хорошо. Подхил, Дикей, но... Не, ну слушай, Джонни-то нормально бычет. Правда, кулдаун на Дикей достаточно большой. В итоге сейчас еще два ранжевичка. Команда Комплексти размяли зомбачка. Есть Дикей, есть фиссура. И, да ладно, еще Дикей! Не хватает дэмэджа. Сбили Кларити. Ну, там еще на Дуфиссуру хватает. Так что все нормально. Небольшие проблемы у Дазла на топе. Пошла сеточка. Его цепляют и по двумя щиточками. Как же больно, а Грейва нет. Что ты не пошел-то? А что ты не пошел-то? Да не пошел бы ты под Тауэр убивать Дазла. А вот и не пошел ведь. Ладно, у нас тут Свиндл Мелон с Ботлом против Муши. Муши очень осторожненько играет. Так, из-под тишка подкидывает молнии. Он Миндер. Регенчик у него еще немного осталось. Но от Киева Икс Вайя не очень удобно стоять. Все-таки против Дарксира. Это герой Фантом Лайсер плотный в плане брони, но по количеству ХП проседает. А щитки колят магией. Соответственно, пока ты подбегаешь к репу, добиваешь его. Потом пока убегаешь обратно, все это время тебя колят. Вот как, например, сейчас это происходит. Да, щит очень колит. Причем болезненно очень колит. Достаточно болезненно. И Флайп Канамиде тоже тусуется. Левел 2 он. Ему достаточно просто, чтобы Свиндл Меланс подхватил чайной Муши. Там 2 секунды как раз на втором левеле прокачки уже. И 2 секунд для Лины может быть достаточно, чтобы успеть подойти и кинуть свой стан. Муши грамотно играет. Он держит дистанцию от Эмбер Спирита. Не так просто оказаться рядом. Баунтируно достается Лине, заходит на Рошана, ставит вард. Получает леща. Ну да, плата за то, чтобы установить вард. Причем она варьируется каждый раз. Можно поймать башек и отхватить пару лещей, например. И вот теперь момент истины. Потому что Флай совсем нацелился забирать Муши в миде. Но Зевс крайне осторожен. Он понимает, что Лины нет. Он понимает, что он как герой достаточно мягкий. Выходит Флай. Муши наикается. Все, вот она встреча. Вот она встреча. Нет. Нет встречи. Что за... Там Куху щемит на топе. Ты посмотри, как двумя щитками он просто бежит. Провезут на пиганк. Сейчас должен быть подхил. Фиссура шейкера. Сюрдж. Риптайт. Куху. Будет ли это ферстблат? Это будет ферстблат 100%. Это будет и ферстблат, и секондблат, и сёрдблат, возможно. Там Кесик отпивается ботлом. Кстати, очень интересно, что у него оказался ботлом. Куху дал ботл. И прилетает сюда Эмберспирит. Пытается добивать людей. Погиб тут уже Дарксир. Погиб уже. Здесь игрок на Нага Сирене. Свиндл Мелландс под тир 2. Тауэром также погибает. Какая досадная ошибка от игрока Комплексити. Я, знаешь, как могу эту ошибку назвать? Четырьмя буквами. Можно еще сказать, наших бьют Наших бьют, да Наших убили, я бы даже сказал И вот этот врыв На самом деле, очень своевременно Зевс получил 6 уровень Которым, ну Когда стоит Дарксир Динага, 660 хп Для нее вот этот удар сверху молнии И он критичен весьма Удар критичен мог бы оказаться сейчас для Лины Несколько штурмболт не достал Лайтнингболт не достал только что До флая А так, блин, со своими 450 здоровья очень сильно просела Чины Немного не везет Его сейчас пробивают Конечно, флэмгвард очень сильно спасает В ситуациях против Шейкера и Зевса Ты можешь рискнуть, можешь пойти просто Отчебучить какую-нибудь ахинею И в итоге просто потеряешь Флэмгвард, а не умрешь Да, так и есть Моник, получай сейчас 6 уровень Сможет сместиться Если что, в леса, если захочет Кушать крипочка У него в кармане манга лежит Если что-то можно Пожрать сразу двоих Манга и крипа Манга и крипа Ну да Тут интересная задумка от комплексти То есть они В наглую отжали Укуху крипов Его же крипов И в итоге Находят, кстати, Охайо Пошла сеточка Начинается Убийство Ложкой Точнее, двумя щитами Но щиты уже третьего левела Поэтому колодцы должны достаточно сильно Продоваться фрик Получает сердж И убегает Монумендор просто Засовывает себя опять же Копью еще Там 9 сиков Фиссура через секунду Выбирает позицию Охайо получше И да Отлично закрыл В итоге Монумендор погибает Как-то глубоко уходят Ребята из команды Очень глубоко У них-то Походу еще осталось С момента игры С Cloud9 Просто Fnatic могут Оказаться не теми ребятами Которые В ответ Поступят так же И Fnatic могут не закинуть В итоге Ну Зная Fnatic Могут и закинуть Учитывая то Что муж играет на Зевсе А не там На Темпларке Или на еще Каком-нибудь герое Которому нужно Две рапиры Меня уже Немного Попустило Я уже Доволен Но Я очень хочу Посмотреть на Зевса С двумя рапирами Дай бог тебе Что-то не сбылось Смотри Забег вот с фрика Прилетает сюда Еще и зомби Ну и куда Вот куда Пошел Пойден Тач Да есть Сюрши если что Ставится там Бай Только один из двоих Может уйти теперь В итоге С фрик кажется Отсюда уехал Мунминдер остался Третьим щитком Крипы Очень быстро Разваливаются Зато Увидели то Что сюда пришел Зомби Это значит Что другие линии Несколько Послабее стали И можно попробовать Знаешь где находится Его крипчики Он рыжово бил А его крипчики Милишные бьют Вот здесь Дерутся И вышка Систематически Это агрессия Он проявил агрессию Это нормально Вышка тоже проявила Немного агрессии Я не особо то и удивлен То что он там погиб Слишком уж Как-то беспечно Стоял там Клинкс Сюрш снова текает Копье правда летит В спину Копье быстрее чем Сюрш Копье летит Со скоростью Больше чем 522 Вот так даже? Да Смотри Охайо Заходит в спину Сейчас будет пытаться Ловить Дарксир Но тут еще есть инфа По сфейку Мунмендер Уже приплыл Да Ульзевса И они по сути Могли бы и нагут спануть Охайо просто делает Паут отсюда Правильно делает Что-то пока фнатики Изничтожают просто Да Да Просто комплекс Эти булки расслабили После предыдущей игры По другому это нельзя назвать Они и после первой карты С клоудами Булки расслабили А что можно вообще Говорить сейчас Так тут Джонни поставил тамбу Но умирает слишком быстро Еще тамбу позарит Да В итоге денежки Должны подарить Еще фиссурка Вот тут 125 золота Получите Распишитесь Да Кил плюс 125 Это неплохо 240 золота Заработал Ну вот 10 минут Ровно прошло Можно посмотреть на графике Увидим то что там Немножко ведут Кол Не успел Эмбер спирит Он очень хотел Вопрос Вопрос на засыпочку Стопэ братан Нажми слип Давай Давай парируй Я не могу Как бы я не хотел Мне нечего сказать То есть Эмбер Летит с мида Рвет Просто Все Что он может рвать Вот Муша только что Порвал например Зизи Наоборот Зизи порвал Муша Зизи Ну в смысле Ты понял Там Муша Он плохо склоняется Поэтому Что за фигня Нага сирена Почему ты не дала Слип Я Я в шоке О тут нашли Зомби Но Зомби успел Вовремя убежать Да Именно так Поэтому перетяжка Идет в центр С центра сейчас Кесик должен просто Убежать Он должен Вспоминать То что только что Произошло с Девсом И там был только Один Клинкс А тут совсем много Ребят Кстати только один Клинкс Сейчас еще идет И за мной Видит Да То что Кесик ушел Обратно на центр Говорит мол Ребят тут будет Хотя бы два товарища Но То что тут будет Хотя бы два товарища Это наверное даже и плюс Просто потому что Сейчас можно будет Спровоцировать Да Да Появиться И забрать обоих Джонни под грибом уходит Но далеко ли он отсюда уйдет Тычка Хватает Тычка Охайо Эхо слэм Супер мощный Ну вот Ну и Зевс начинает разваливать Да Даблкил для Муши Еще бы один ульт ему сейчас Еще бы один ульт? Да-да И был второй до волки Я думаю что с двумя ультами Многие будут решили Поботаться Сразу Годня вспоминаешь Да после такого? Годень? Да Да Годень был неплох С Зевсом то Это Плохие люди так делали Сказал Виктор Который Сидел Я на Фрёне ульты пускал То есть ты считаешь что это лучше? Да Хорошо Разы да Ну что Лина Получает лагуну Ждет Дазля Дазль Ну Флай психанул Реально психанул Причем Дазль сейчас имеет возможность поломать вард Тоже Как-то вот Комплексити Я не знаю Не терплять Не стабильный Да Ну постоянно что-то хочется Сделать Постоянно хочется Кого-то убить Это хорошие мысли Но При этом Необходимо Как-то более Расчетливо Относиться К ситуации на карте Только что Хотела Лина Убить этого Дазла Ну подождит И подойдет он к тебе На хай граунд В смысле Будет подниматься по ступень Какая тебе разница Где он Либо На максимальном ренджее выцепляет Либо когда он подойдет в упор То есть А в итоге Лина Просто психанула Я тебе больше скажу Она бы его сбрила Просто лагуна в вейв В секунду Ну да И пару тычек с руки И даже не надо станом попадать Да Да То есть там За счет того что файр и соул Медля Цепанули муши Хотя как сказать Цепанули Эмпер там Постоянно вот это Две тычки Турурун Турурун Там внизу сейчас Забирали Бонника И Бонник отправился В таверну Все таки Сразу же идет ТП в центр С попыткой защитить Эту вышку Центральную И да Подходит так же зомби Но зомби нет Томстоуна Так что 40 секунд Еще фнатик не смогут Оказывать нормального Иллюзии пошли на разведку Видят Джонни Пошел Отхилл Иллюзии сразу осыпались Может ведь ворваться Зачем они под Эмбера Так подставляются Он же жуткий Ну да Если бы он фистами Попадал Что делать за фрик Можно вопрос Он хочет слип Слип хочет нажать Смотри Смотри Эх Рано 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 Говорит пацаны Слишком рано Жаль ульта не было Где Чтобы так Пах Пах Да Да ну собственно говоря Игра очень вязкая И в комплексе перестали Лезть на рожон Фнатик перестали Естественно наказывать За какие-то ошибки В комплексе В итоге мы видим Что фарм Более-менее ровный Распределился Начиная от 4,5 тысяч До 5,5 тысяч Все идет ровненько Потом чуть-чуть Вырывается Вперед Зевс И Это Зевс от Муши Поэтому я Не стал бы обольщаться Он будет стоять в миде Бить крипов А не ходить гангать Короче Что я хочу сказать Такие игры Которые нигде ничего не происходит Но при этом против вас Играет Эмбер Спирит Заканчивается плохо Заканчиваются они Одной кнопкой обычно Вот это вот Тих-тих-тих-тих-тих При этом ты даже В принципе не видишь Кто ее нажал И откуда И откуда Да Ну на самом деле Смех смехом Но это действительно так Изолятор Да у нас тут Хвост В команде кол играет Честно Я не особо понимаю Зачем нужен здесь Дезолятор Ну ладно Я больше не понимаю Так Давай начнем с того Что Дезолятор на 16 минуте Неплох Зачем здесь нужен Рецепт на Дезолятор Именно Нет ну смотри Хорошо Ты начинаешь С Дезолятором Расстреливать Дазла Дазл нажимает Грейв Улетает Ты начинаешь Расстреливать Шейкера Шейкер кидает в тебя Фиссуру Если не убил То убегает Если близок убить Идет тебя и убивает Варианта 2 Фантом лансер Дуппельгангер Зомби Ну просто Сам по себе жирный Он еще и там Тамбу какую-то поставит Дикей там тебя кинет И просто попробует Тоже где-то по деревьям Помансить Ну ладно Зомби и зомби и зевса Брать легче всего Но у зевса Между прочим 11 левел Топовый нетворк А вот и собрался Убивать Что за хрень Я тоже как-то Выдержал паузу Я просто На самом деле Зомби какого-то Он может смять То, что зомби 4 армора Может попытаться Если тот не успеет Кинуть на себя Дикей подхил Дазл, вейв и грейв Ну короче Если у команды Просто будет смотреть Тогда шансы неплохие Ну да, да А с Орхидом Ведь все намного проще Вот, смотри Он стреляет сейчас по куху Ну правда Это только рецепт Изолятора Я понимаю Что потом будет Изолятор То есть Хочешь сказать Что рецепт не дает Такого же эффекта Не дает Даже от одного Митрио Хаммера Не дает Как? Ну я не знаю А зачем тогда Он его купил? Ну это обозначает Твои планы Когда ты покупаешь Митрио Хаммер Все что Что он будет собирать Может быть это Молый шторм Может быть Изолятор Блэк Кинг Бар А тут все ядко И четко За три сотни Ты даешь понять И я буду тебе В дезолятор О мужик Мужик Рецепт купил Сделал Наверное Не знаю Получится или нет Ладно Хорошо В общем Пока у нас тут Продолжается Обсуждение Айтем билдов Зевс Уже собрал себе Юл У Зевса уже 11 И Второй ульт У него есть А это значит Что Какому нибудь Флайу Нужно быть очень осторожным Можно подхватить верхнюю Вот смотри Смотри О Идет Зьюзю Зьюзя Зьюзи с Медальсиком Зьюзи с Медальсиком Рептайдик А нет Нага не будет Юзать рептайдик А почему Потому что это кнопки А кнопки что Нажимать не нужно Кнопки Это мусор Мусор Кстати Эмбер пошел дальше Да он может связать сейчас Не может он связать У него кулдаун на фестах Выкусил Обидненько Все таки может Слушай Ахайу немного Подвстрял Кесик Грейп Ну нормально Неплохо Сдезолировал И Знаешь что делал Даркс Кинул на себя Сюршна Будем и носился Из угла в угол Слайм Боже мой Боже мой Что происходит в Меде Где же я Опять меня нет ТП есть ТП нет Купил ТП Ребят У меня все было У меня все было Но я думаю Что вы без меня справитесь Может быть наоборот Он выложил И разбил Не спалился Ему надо было сбить себе Чтобы типа в КД Второе Смотри ребят В КД Летел Реально Крип сбил Да я на вышку Только что ТПшился Сорян пацаны Подпушить ботом Кстати у Свиндл Мелонз Это очень много денег Так это будет Я говорю Эти игры Когда не пытается Команда против Эмбер Спирита Выиграть эту игру До 50 И они заканчиваются Примерно одинаково Вот это стоит Даззл Даззла нет Ага Они начинают отступать Вдогоночку Вот этот звук Еще одного нет Может быть даже двоих Прям как в фильме ужасов Слушай Да Выключается Свиндл Мелонз Давай Оп Шлифанул Ну и хороший прокаст от Зевса В результате Лину сдуло Эмбер конечно успел скрыться Но и Черт с ним Вышку Можно сейчас Совершенно спокойно Дарксир продолжает Судорожно бегать По всей Локации Да Его тут уже нашли Мунмендер Ставит стенку Это конечно прикольно Сразу же пошла просветка Ну и еще просто Тычку сверху дают Не знаю правда Зачем там вообще была просветка Ну возможно Бонника пытались найти Но Бонник в это время Находился на центре Файо Бонник себя По игре найти не может Чтобы враги Ну то есть Комплексти вообще ничего не делают Фнатики делают Чуть-чуть больше Так Фнатикам надо что-то делать Понимаешь Комплексти нафиг ничего не делать не надо Комплексти готовы дождаться Вот этого момента игры Когда Ребят Вот нет ни одного Т2 Вот это Когда ты смотришь с хайграунда Вокруг все горит Типа разрушенный город Твои вышки изничтожены Твоих лесных крипов имеют КД И ты стоишь И ждешь Отката Кажется Этому городу нужен новый герой Да-да-да И вот этот новый герой Это Эмбер Спирит Он нажимает фисты Так и ждет Когда типа вот это Напишется надпись Я кого-то убил КД там небольшое Всего 6 секунд И потом просто Трипл килл Какой же я жесткий А каждый из игроков Фнатик Он стоит в это время на граунде И каждый 6 секунд Крестится Закрывает глаза Со словами Мне повезет И иногда не везет Ну да-да должно быть Не может же в 7 везти В конце концов Вообще да Эмбер на это играет Что-то подцепит Смотри Вот я не понимаю Зачем сейчас агрессируют Эмбер Для чего? Зачем ты Ты делаешь Иди формирую Он хрипов пулит Сам ты агрессирует А, я сам просто в ту сторону Пошел без логи Не-не, он не пулил Кстати Он что-то ушел Раньше времени Вот сейчас бы он нормально Запулил Ну ладно Что-то реально психанул Немного Эмбер Спирит Ну и Флай пока что Готовится защищать Тавер Но защищать Тавер Ему тоже недолго Я чувствую осталось Да отдадут они Я же тебе сказал Картину Которая будет Спустя 30 минут Уже у Клауд Найн Была та же картина Когда они вот шли Шли Пытались Остался уже Оп Слэмчик Слэп от Наги Да Слэп Слэп И вивчик И надо отходить Вы что подраться? А он сейчас вернется 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 Посмотри Стан Охайо Лагунка Возвращается Пролетел по всем Охайо Правда еще живой Пошла фиссурка Эмбер еще живет Грейв Ну да И в итоге Минус Эмбер спирит За флайм Уже гонится Орда зомби Та же проблема Узфрика И Мунмендера А кто там еще дерется? Нет Больше никто не дерется Все норм Потеряли пока только Эмбера Но этого более чем достаточно Чтобы забрать вышку И сейчас Клинк Такую декстирует Говорит Знакомая ситуация Когда вы все Меситесь А я Шкри почков Лисую с дезолятором Смотри Смотри Медаль Дезолятор Как же он фармит? Как же он фармит? Да нормально Он все фармит Ну там ланцер Правда есть Ланцер сильный Владмир Яша Все Ну и это неплохо Не вообще Ой Там что-то слило Слило случилось Там дайгер у шейкера И две 600 на руках Там ухаю Бажит просто Просто купается в деньгах Купается в деньгах Он скрутишь Макдак Форстаф или гост Гост Для того чтобы отбиваться Как-то от Клинкса Очень хорошее приобретение Ну и вот И ты смотришь сейчас На этого Клинкса С дезолятором И Уже пишешь В чат Неплохо сыграно Да не надо Не отсмотреть Ты забудь про него Он будет играть Через 30-40 минут Изолятор Медалька ему нужна Чтобы подфармить Каэсик где-то Да я не знаю Во что он будет играть Сам факт того Что я тебе говорю У Колов есть план На эту игру У Фнатика он тоже Наверняка есть Но Фнатика его труднее Реализовать Им надо что-то делать А у Колов У них есть Муши почти с Аганимом Да вот как будет Муши с Аганимом Рефрешером Будет гораздо интересней Увидел Увидел Сейчас Зизи должен был По крайней мере Видеть Как-то так Ухай Осторожненько Подходит к этим Крипчикам Все Бонни Квиш Добежал У него два свитка ТП в кармане Он летает на топ Теперь Эмбер Подфармливает топ Ему кстати Чуть-чуть не хватает До Ботов Юри Он из-за этих Драк И возвращений Много времени Потратил на фарм Хотя Заметь Он уже выровнялся Практически с Зюзи И Это плохой знак Когда Эмбер Спирит Выравнивается С каким-то магом Он сейчас начнет Его перегонять А надо давить Надо идти давить Забирать Т2 Он просто сейчас Лучше фармить начнется Эмбфом И Прирост денег Будет естественно Значительно выше Чем у того же Зевса Как правильно уже говорил Много-много-много раз С Натиком Нужно сейчас Начинать прессинговать Вот он Охайо Засел С Даггером С Эхо Слэмом Готовым уже Второго уровня Муши Провоцирует У него есть Юл Он может на самом деле Очень хорошо так забавить Ухайо Делает ТП на верхнюю линию Есть слепнаги Если что Может сбить ТП Темпер тут Поломали вышку Очень быстро Просветка Фиссура Шейкер Залетает Суиндл Меланс Шейкер Ой, он заивейдил Ультимейт Как от Зевса Великолепно Ну он не специально Это сделал, конечно Он просто летел Он много чего Заивейдил В итоге Великолепно Я немного не понял Куда делся Эхослэм Шейкера Джонни на ботами Нет, они боятся тамбы Боятся тамбы Потому что Дарксиром Трудно развивать Эхослэм Шейкера Да, Эхослэм Шейкера Куда-то делся То есть Он вроде бы И нападал На товарища Эмбера Но я что-то не видел Анимация Эхослэма Тут кейсик Смотри, как Получилось С дезолятором Неплохо Убивать Дазла ПКД Развод На ТП Кого? Он только что Себя на ТП развел В смысле Смотри 35 таких встреч И он окупил Свой дезолятор Чё смешно? А если по факту 5 героев То Можно это очень быстро сделать Правда не все будут делать От Неплаут Я думаю Если их будет 5 То вряд ли Они все 5 будут делать От Неплаут Смотри Оп, прыжочек Где медалька? Вот медалька Надо связать И цель Раз И всё А чё-то он застрял Причём он поражал Страйв И убежал Чтоб быстрее убежать Не пошло Сейчас Чё-то испугался Такой тоже бывает Да уж Как-то не пошло Немного у Бонника Чё у нас там У Зевса У Зевса Уже практически Готов Огоним Я так понимаю Уже должен лететь Последний кусок Да Сейчас прилетит За плейнт бустером Курица Или она летит на мидл Чтобы умереть А, на варды несла Всё-всё-всё Сейчас всё будет окей Ну теперь БКБшечка идёт Потихонечку у Бонника И всё Потом он Соберёт ещё что-то себе Потом он поймёт Что надо депаузу сбивать И это начнётся МКБ Это Башер уже лучше тогда Башер 10% Имеет шанс Ничего страшного Можно Абисал Там 100% шанс Он может Рецепт на Абисал Купить Но ведь его нет Рецепта? Да Что же делать? Если нет рецепта на Абисал Как начать собирать Артефакты Если рецепта нет На самом деле Опять вспомню Бородатые времена Очень бородатые Ещё первые Когда все только Рецепты покупали? Да Ну так все так делали? Да-да-да-да Я играл в компьютеркум Блин, классный рецепт Boots of Speed Даёт столько MoveSpeed'а Покупаешь Ничего не даёт Опять не работает Эта игра Эффект плацебо Да А вроде бы и работает Radiance Там все дела Что будет делать Darkseer? У него уже есть Pipe Я бы посоветовал ему здесь собрать Crimson Guard Какой-то Всё-таки против иллюзий Lancer Это помогает неплохо У них выигрывает время Носится под 23 По топу в это время идёт Эмбер У него уже есть Кристаллис Потихонечку Ребята идут по тому сценарию Что я сказал Я снимаю кино Я как факер Ну вот а фнатики Походу не понимают Что такой сценарий Действительно возможен Причём Совсем мы стали забывать То, что Клинкс Помимо Хорошего Убийственного потенциала С этим Дезолятором Может также неплохо Нести здание И сейчас Вот на топе Эмбер подошёл к вышке И я на секунду задумался А что бы это было Если бы не Эмбер подошёл Смотри, Муши Муши должен получать стан Стан Лагуна Пару тычек Смотри Darkseer, вакуум Это был Зевс С топовым Нетворсом Если что Это был Алин Саппорт Да Именно С Нетворсом Два раза ниже Чем у Зевса То есть И Какой вообще смысл Тогда Так вот играть Продолжать Если Зевс Будет продолжать Погибать Смотри, что будет С Рошаном А, ну давай Раз Два Три Четыре Бонник пока проигрывает Рошан Просто его Совсем не ощущает Пока Не, ну вот сейчас Сейчас Сриптай дадут Что? Кнопки опять нажимать? Сдолбал ты Так, ну и... Да, Рошан падает Айгис, наверное, все-таки отдадут Боннику Он уже так поближе подходит Мало ли, не захотят еще ему отдавать Эмбер Надо эскейпиться отсюда Эхо слэм, станчик Боже, как я заливаю Сейчас сидит Эмбер Ну так и есть Зайти за Т1 Не, ну он отвлекал внимание, пока ребята Рошана забирали Вопрос, что произошло, когда они его убили 30 секунд назад То есть Возможно, они ему не дали инфу, что они его уже убили Говорят, чувак, подержи еще немного А с вами сидит этот четвером Смотри на него На самом деле Эмбер просто Он актер То есть, понимаешь В фильме, который идет по правильному сценарию Должен же быть какой-то момент Когда зрители начинают сомневаться А все ли так закончится Вот он придает эту нотку Он оп Такой отдался И вроде все-таки Вау, Эмбер умер Сейчас Злые победят Но нет, ребят Все будет так, как мы сказали Фисты, крит, смерть И смерть, да И просто, знаешь И занавес Просто Эмбер покупает себе там Второй Дейдалус И знаешь, так медленно занавес опускается Для фнатиков На этом игра заканчивается Ну и что Т2 упала Фантом Ланцер Забирает вышку У него диффуза У него сейчас будет Манта Стайл готов Кстати, Ланцер здесь великолепно себя ощущает У него топ-1 Нетворску Ху, выбрался, скажем так Эмберу нужно добрать Дейдаус Доберет Дейдаус Иллюзий замечать практически не будет Сметать их будет моментально Но до Дейдауса ему еще порядочно Опа, уши Делай тэп-аут Успевает сделать тэп-аут Ухаю Все, развернулся Хотя бы КБ есть Мог бы и попробовать Хотя вот Шейкер, наверное, просто бы ушел Просто бы ушел пешком Ухаю Шадоу Блейд Гост Гем А, ну все Тогда Боннику лучше не суваться Да вообще Клинкс тут Далеко не убийца Возможно, ему стоит переквалифицироваться Малость в сплитпушера В саппорте? Ну почти Ну хотя бы просто посплитпушить Вот просто сейчас прийти в наглую И забрать тир-1 Вот У тир-1 вышки 278 хп Он ее заберет там с 5 выстрелов А в итоге он стоит тут крипчиков метели Эмбер уже пытался Не, ну у Эмбера-то нет стрейфа И нет такого мощного дэмэджа Да, и аегиса тоже у него, кстати, нет Это немаловажный такой фактор Вот А в итоге Бонник подходит к вышке То есть он еще и эти крипты Что ты делаешь? Не, ну ты видишь, что там творится сзади Х-слэмчик есть Сейчас ведь прыгнут Так он мог быть давным-давно Это Х-слэмчик Если бы Зизи просто подошел И развалил вышку Без вот этого вот выпендрежа Так, пошла Офисурка Тамбун моментально смел Тамбун смел моментально И пошел наваливает Зомби, как же ему больно Пожимается БКБ Охайо Висят на нем иллюзии Мунминдер Щиток на себя Добивает Охайо Ну и продолжает давить Кесик просто походу завис Да, вот он только-только Гост нажимает Его сразу же сдувают Минус 3 Минус 3 уже Команды комплексти Киева и Х-Вая Также ловят И это еще один фраг Минус 4 Ну а Муша уже на базе Он ничего не может сделать Он прокастов дал парочку Но они пойдут на Т-3 С дезолятором и так далее Они пойдут на Т-3 Чего им теряться-то Да, Зюзя 2700 есть на руках Там, наверное, уже Дейдаус Да, Дейдаус есть 1200 сверху Заходят Вышка Минус армор Смотри, как она отваливается Да, очень-очень быстро падает Тауэр Подходит киева и Х-Вай Но он не Эмбер Чтобы дать эти фисты И отбить сейчас Всю эту движуху В результате, да Он иллюзии, конечно же, плодит Но... Иллюзии моментально убираются С одной тычки С одной тычки убираются иллюзии А как быстро умирают Вернее, рушатся бараки Так же с одной тычки практически Все, забрали милишные и отходят Очень грамотный игрок Кстати, Диффуза собрал себе Клинкс У нас переклюнулся А у Гасты Гасты надо снимать Хоть как-то, действительно Я бы Гасты оставил в линии Норм 2-300 на руках Ну, вот Эмбер Может сейчас собрать еще один Кристаллис Может пойти в еще один БФ Без разницы И то, и то внесет Очень хороший бонус дэмэдж Ну, БФ, мне кажется, как-то постабильней просто Это уже на вкус и цвет Как говорится, все фломастеры разные То есть, все упирается в конкретные предпочтения Конкретного игрока Так, тут Свиндол Меланс Минус Очень легко с него разобрались Да, конечно, Баттлфьюри и Дейдаус Не так много ХП добавляют, как хотелось бы Поэтому с Эмбером все-таки легко справиться Если вдруг до него добраться Но контроля немного у Фнатиков Вот вся надежда на Шейкера Охайо один из тех сейчас персонажей Шейкер Который может еще вытащить эту катку на себе Если грамотно ворвется Но в прошлом игровом эпизоде не получилось это сделать Эхо Слэм вошел в никуда Эмбер успел расчехлиться немного И использовать Фисты Использовать Римнанта своего Да У Клинкса уже очень хороший Сейчас будет Атак Спид Даже без всего, что есть какие-то айтемы Еще Кираску какую-то кто-то доберет Если кто-то доберет Ну Нага тут кемами затаривается Я бы на месте Наги вот собирал как раз Кирасу, наверное То есть вышки падали вообще мгновенно Возможно Возможно и стоит Там один гем, второй гем Что мы здесь тоже гост Ну гост сейчас не защитит Муши Муши Ах, вот так вот еще А если ульт нет, 13 секунд не хватает Кстати, Бонник бы тогда умер, наверное Там 16-й левел Он часы умрет 475 Ну да, мог погибнуть Там было где-то 350 хп к тому моменту Ну Это совсем дешево Муши Что это? Это же не русский паб Попытка не пытка, сказал Муши Ну да Ах, не зашло Не в инвизе Точнее наоборот в инвизе Там внизу фантом лайнсер только что с эмбер спиритом разобрался Вновь через шейкера Вот То, о чем говорилось То, что шейкер единственная пока надежда на убийство эмбера Минус куриер Кесик имба Вакуум Не успел ничего сделать Да, запрыгивает муши Начинает наваливать Тут же прижимается БКБ Минус Джонни должен быть Шейкер запрыгнул По флайу Слип от наги А у шейкера нет ничего Он только что потратил Ахослэм Фиссура у него до сих пор в кулдауне Сейчас закончится слип И все умрут Эмбер спирит там Я слышу Что-то на своей дудке играет И Охайо Также минус Минус 3 в итоге Еле живой Фантом лайнсер уходит А, его еще и нашли Да, 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 да Зайвейдил дубликангам Но уйти будет очень трудно А Тут больше не зайвейдить Ну и сигналит Гол забирать Т2 Т2 заберут очень быстро Потому что Бонник живой Байбеков там только у шейкера Смысла ему выкупаться Особого нет Ну, ничего сделать не сможет А Бонник сейчас Перед вышку Моментально Очень-очень быстро И изничтожит Крепы уже упали Пытается найти какой-то таргет, что ли Да нет, никого Так, верхний Уши пришел Вот это была ошибочка, кстати, да Но из-за того, что даггеры не успели сбить Муши успевает Выблинковаться А форты нет И вышка падает Тавер минус Да, в итоге Бараки тоже очень быстро разваливаются Там неважно вообще Бонни как контролить Минус вторая сторона Стяжка, но Пока безрезультатно Зизи просто прожимает БКБ и убегает Но в любом случае Сторону вторую собрали Можно просто отойти Подригениться Взять вот этого своего эмбера бесполезного И пойти попытаться протолкнуть третью сторону Все четко делают Колы делают все четко 30 секунд еще нет Лансера Ну, эмбера нет 20 секунд Но сторону-то уже потеряли Две стороны пушатся Две стороны пушатся Их надо сдерживать А сдерживающая сила у Фнатик не такая уж и большая Потому что Ну, ланцер-то с крипами Понятное дело Расправляется быстро А что делать всяким Зомбям Дазлом Шейкером Димнейдж появляется у Клингса Это будет МКБшка Это будет еще и МКБшка Скорее всего, действительно А может и Дейдалус Может быть и Дейдалус Все-таки Бутерфляев, кажется Ни у кого не намечается Так что Дейдалус тоже был бы неплохим вариантом Да, ну вот сейчас 300 атаки Плюс 60 атаки С Поджога Да И еще минус 7 брони Это Очень больно Даже гасты теперь не спасают Потому что я диффуза Да, ему атак спид бы еще подрастить немного Чтобы не только подстрейфом наваливать Ну, стрейф там нормальный 130 атак спида Тем более, что Сейчас там 10 секунд длительность Охайо Готов в счету ворваться Есть Эхэслэм Пошла фистурка И будет Эхэслэм Будет еще тотемчик Не успевает Охайо Мундмендера только Скорее всего тут сдуют Потратил Эхэслэм Это знак Знак для команды кол То, что можно идти Сейчас останавливать особо уже и нечем То есть какой-то инициации Которая отнимет Очень много хп уже нет Зевс в ультимейте Тоже потратил 80 секунд Нема Иди дави топ Спокойно А что собирает Эмбер Или у него ничего не собирается У него ничего не собирается Что, слоты закончились? Деньги закончились Скорее Это тоже проблема Фарм тоже Ну, а тут больше фарм для фнатиков Подходит к концу Можно открыть график Увидеть то, что Они уже проигрывают Около 20 тысяч Голды И 7500 хп Это уже многовато Проблема фнатиков в том, что у них не получается Самому пл нормально напасть Как бы он нормально не нападал В итоге появляется Эмбер Срезает иллюзии И все Жир надо собрать Надо собрать жир Монту он до сих пор не добрал То есть у него Хотя у него хп-то неплохо Вроде заскатит 2300 и все равно осыпаются Да, надо пытаться лансеру самому Вгрызаться в каких-нибудь линф В каких-нибудь тонких Я не знаю, кого Дарксиров Ну, Дарксир может, конечно, пытаться убежать на Сурже Но есть же разные Дифюжл Блейды Прочие способы останавливать персонажей Так, тут кивайк, свай Такой интересный прыжок в гол Там Порошан, Порошан есть Порошан есть Возможно, на нем и будет следующая стычка Драться с натиком там лучше не стоит Там по на хайграунде, конечно, здорово Но вот стенка, стяжка Это печально может закончиться Тем более, всегда слип от наги Ну, не всегда есть Иногда она его не нажимает Но это уже, я думаю Можно игроку вопросы задавать Почему так происходит Механика игры там бессильна Она уже все сделала Для того, чтобы слип был проюзан И кулдаун прошел И скиллпоинт вкачан Кстати, Лина зря не собрала ганим То есть есть Бладстоун 18-й уровень Лина совсем иной путь решила избрать Также непонятно, по какой причине То есть Герой, единственный, который тут может ей насолить Это, наверное, Зевс Ну, просто, чтобы ее с прокаста забрать 1700 хп, мне кажется, небольшой перебор В плане живучести Того же Глимеркейпа могло бы и хватить Если вдруг ей выгрозило опасность Тем более, аганим тоже живучесть дает Ну да, аганим тоже дает статы И это вроде норм Стоит Рошан Эмбер, это твоя нага Не этот Не паникуй ты так Ну, цепанули Вакуум Стану в никуда Но это никак не спасает здесь Джонни 296 просто 296, да? Ну, 808 просто, фаталити Провернул Эмбер Спирит Нашли Нашли то, что искали Теперь можно спокойно заходить по медлу Крипов Эмбер останавливать Можно забрать Рошана Можно зайти Я бы на их месте пошел по медлу И пытался развести на байбеке Рошана потом забрать можно Тем более, Ланцер находится на ботами Да, ясный красный Он прилетит в файт Но Фармить Эншентов сейчас Это не самая лучшая реализация времени Не, Рошана в любом случае нужно идти забирать Потому что если Франатик захотят его дефать Они в любом случае сделают байбек Если дефать они его не хотят А ты пойдешь на базу И заставишь их сделать байбек Они могут еще того и гляди К тебе прийти подраться А там кто его знает, что произойдет И самый безопасный вариант Это именно пойти сначала забрать Рошана Все равно пацаны байбек делать не хотят А потом уже идти их разваливать Имея на руках Эггиса Там второй БФ, да? Да, второй БФ появляется Решил пойти более стабильный урон Чтобы сплэша сносить иллюзии 100% Ну, один Дайдаус уже есть Так что В принципе, неплохо Что-то там очень весело кому-то У нас чемпионы Интернешнала Я слышу, что-то делают Невообразимое Чемпионы Интернешнала? Да Какие именно? Одни с другими просто играют Причем я уже успел почитать Там IG отжали первую карту у Na'Vi Да, я тоже читал Бывает, бывает Не все так прекрасно Бывает? Как хотелось бы Ну, будем ждать, конечно Уже первого дня плей-офф Na'Vi, как вы знаете Na'Vi любят На'Vi любят вот это вот Упасть В то место, откуда не выбраться уже Вот это Как Бэтмен Но просто знаешь В том году Там все было несколько иначе В том году они хотя бы избежали стадии С Best of 1 этапом Потому что сейчас Они как раз с первого самого круга попадают в нижнюю сетку А это значит, что ребята Могут отлететь От каких-нибудь там Не знаю кого Но от комплексти они не отлетят Потому что комплексти в верхней сетке На счастье Na'Vi Для себя К великому счастью Na'Vi Но все равно Еще огромное количество коллективов Присутствует на этом турнире Которые могут их совершенно спокойно развалить Именно в плей-офф Все друг друга разваливают Стоит отметить Рефрешер появляется у Зевса Это значит, что будет два ультимейта Бонник включается по вышечке Кстати, он очень какой-то рисковый А, непонятно Диффузики кинуть, нет? Ну ладно Да, но в итоге Бонник сейчас пытается расстрелять зомбака Зомбака он почти убивает Зизи уходит Лина щелкнула зомби А, и все разбежались Да Ну а что нет? Он сейчас кушает крипа И будет практически фулов Опять пришел Зевс Там глимерки Вообще был на Наге Поэтому убивать ее не было смысла Минус Аегис Ну это такая Егис А на Егис потрачено уже слишком много И рефрешеры, и ульты Зевса И теперь чем останавливать это движло? Например, ручками поработать немного Нет? Нет Ну и захлебнулась, атака кол Интересно, примут ли они попытку повторную заходить? Или все? Я думаю, да Зевса потрачен Потрачена ХСЛМ Почему бы не зайти сейчас? Вот мы, кстати, Аганим на линии Можно теперь будет щелкать Чуть более уверенно Причем можно будет и ПЛов, и Дазли, и Зевсов пытаться убивать Там Зевса полстолба с ней Тоже неплохая затея Подходит Бонник БКБ уже откатилась Может сейчас вгрызться в вышку Да, там нижняя линия уже запушена По амиду также крипчики подходят ПЛ пытался подефать Но вот он, вот он Зизи БКБ не нажал Вот нажимает БКБ Есть тяжко Юл пошел Кива XY Нападает на Бонника Но вышка уже упала Да, очень неприятная драка здесь для фнатиков Потому что их же иллюзии тут начинают разваливать Да, Бонник погибнет Эмбер Пытается дотыкать Получил верхнюю Ну и отпрыгивает отсюда Да, Эмбер отпрыгивает Половина рейнджевого барака уже развалена Флай Пытается найти себе еще хоть одну жертву Охайо Отличный прыжок в двоих С авторшоком Но Все-таки разбегаются пока что колы Зря это сделал сейчас Лансеров Очень зря Очень зря Отбились уже, прогнали Не давали бы, наверное, спушить бараки Бонник, кстати, вернулся в игру с Байбека Несется под Скелетон Уалком Чтобы закончить катку И выиграть ее сейчас Минус дазл должен быть сейчас Да, минус дазл Да, трипл килл уже от Флай Унстапабл Дальше добивать уже нечего Можно еще там станчики подавать Просто поотягивать немного время Но это первая карта для комплексити, друзья Да, это мега крипы И дефать их Да, гг Действительно гг Поздравления Колом Хорошо сыграли Вернее, опять же Отвратительно сыграли фнатики То есть Никаких Никакого плана на игру Мы взяли Зевса Муша на Зевсе Ну хорошо, ну поделал он так А дальше что? А дальше выходит Эмбер с шестью слотами Да, честных планов не было Да То есть, ну зачем? Зачем мы так делаем? Сейчас Муша скажет Все, проблема была в Зевсе Нужна темпларка Поехали Две рапиры Хонеры Тащат Тащат И еще раз тащат Друзья Небольшая рекламно-музыкальная пауза После которой мы вновь вернемся в эфир Для того, чтобы досмотреть Это противостояние фнатика комплексити Так что далеко не разбегайтесь Субтитры сделал DimaTorzok